Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами замечательным рецептом лукового пирога. Этот пирог своим ароматом уже в процессе приготовления соберет всю семью за стол. У меня этот пирог съедается за один вечер. Но, конечно, если вы не любите лук и выбираете его даже с супа, то тогда можно заменить начинку на какую-нибудь другую, по желанию. Вперва приготовлю тесто. В предварительно просеянную муку добавляю примерно 2 чайные ложки разрыхлителя и перемешиваю. Сюда же добавляю соль. Соль добавляю по вкусу, ну где-то примерно пол чайной ложки. Добавляю сюда мягкое сливочное масло комнатной температуры. Все перемешиваю. Сюда же отправляю 5 столовых ложек сметаны. И все тщательно замешиваю. Делаю из теста комок, упаковываю в пищевую пленку и отправляю в холодильник на 40 минут. А тем временем займусь начинкой. У меня две большие луковицы, они весят как раз 600 грамм. Очищаю и нарезаю. В сковороду наливаю растительное масло и отправляю сюда жариться лук. Лук спассировался, высыпаю его в мисочку. В отдельной мисочке разбиваю 2 яйца. Перемешиваю их вилочкой. Яйца выливаю в лук. Все перемешаю. Подсаливаю примерно пол чайной ложечки. И перчу. Все перемешаю. Тесто досталось из холодильника. Делю его на 2 части. Одна часть поменьше, одна побольше. Та часть, которая поменьше, я ее убираю пока в холодильник. А та часть, которая побольше, будет у нас дном. Поверхность немного притрушу мукой. Раскатываю в круг. Форму смазываю сливочным маслом. И посыпаю немного мукой. Теперь аккуратно переношу тесто в форму. Края ровняю. Беру с холодильника вторую часть теста и также ее раскатываю. Далее беру форму и в нее выливаю начинку. Сверху накрываю оставшимся тестом. Края обрезаю. Разбиваю оставшееся яйцо, перемешиваю и сверху смазываю пирог. Пирог отправляю в предварительно разогретую духовку на 180 градусов. Пирог я переложила на тарелку. Он у меня пекся примерно 35 минут. Отрежу кусочек сейчас. Пирог очень вкусно пахнет. У этого пирога получается хрустящее и в то же время очень нежное тесто. И начинка, которая просто тает во рту. Те, кто первый раз попробует этот пирог, сразу и не поймут, что в начинке. Ну а я с вами прощаюсь. Обязательно попробуйте приготовить этот пирог. Готовьте на здоровье. Пока-пока.